Библейский портал экзегет.ру представляет Достачки мои друзья, братья и сёстры! Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. Рождественские каникулы кончились. И сегодня мы будем читать 20-ю главу этого Евангелия. Это предпоследняя глава всего текста Евангелия от Иоанна. И она начинается словами. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, этот день, в который воскрес Христос, называется первый день недели. Потому что еврейская седмица, неделя, она заканчивается шаббатом, субботой, а первый день недели – это теперешний наш христианский воскресный день. На самом деле, то, что Христос воскрес в первый день недели, в этом есть очень много знаменательного. Во-первых, первый день недели – это день, о котором сказано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это день, в который Господь сказал «Да будет свет!» и стал свет. То есть своим воскресением Христос творит мир как бы заново. Подобное мы видим при сотворении, собственно говоря, самого мира. Подобное мы видим при крещении Господнем. Там тоже мы видим как бы творение мира. Иоанн Креститель стоит у вод Иордана. «Зрит Сына Божия, слышит голос Бога Отца, и Дух Божий в виде голубина носился над водами». Таким образом, мы осознаем, что мир творится заново в жизни каждого из нас, когда нас крестят. На это еще Тартулиан обращал внимание, когда он говорил, как при крещении Господнем Дух Божий носился над водами, так и при сотворении мира Дух Божий носился над водами. И как в первый день творения создается свет, и в момент воскресения Христа во тьме воссиял свет. Потому что в момент воскресения был такой выброс света, что воины от величия этого света они побросали свое оружие и разбежались. Таким образом, наше крещение оно сродни сотворению мира заново для каждого из нас. А в воскресении Христова есть начало нового мира, мира нового завета, в окончании которого будет новое небо, новая земля и новый Иерусалим, город, сходящий с неба от Бога. Как сказано, «Се творю все новое». В Гамильях на Святую Пасху Исихия Иерусалимского мы находим такие слова. «Будучи сокрытым сначала в очреве плоти, то есть, когда Христос был в очреве Девы Марии, Он осветил рождение человека своим рождением. Будучи затем сокрытым в очреве земли, то есть, когда Он умер, Он дал жизнь мертвым Своим воскресением. Ушли страдания, боль, стинания, ибо кто познал свет Божий, кто стал советником Ему, как ни слова, с отделавшейся плотью, пригвожденной к кресту, воскресшей из мертвых и вознесенной на небеса. Этот день несет радостную весть, это день воскресения Господа, когда вместе с собою Он воскресил и род Адамов, рожденный ради людей, Он воскрес из мертвых вместе с ними. В этот день воскресшим открывается рай, Адам возвращается к жизни, Ева находит утешение. В этот день славен Божий призыв, уготовляется царство, мы обретаем спасение, а Христос – восхищение. Восхищение – то есть, это начало Его вознесения. В этот день, когда Христос растоптал смерть, узником сделал тирана, то есть, дьявола, и расхитил преисподнюю, то есть, ад. Он зашел на небеса, как царь-победитель, как правитель в славе, как непобедимый возничий, и тогда Он говорит Отцу, «Вот я, Боже, и чадо, что Ты дал мне!» И слышит ответ Отца, «Сиди, одесную, меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Ему слава и ныне и призна, и во веки веков. Аминь!» Действительно, Христос своей смертью попирает смерть, смертью смерть попрал, своим воскресением совершает оправдание наше. И в апостольских посланиях вот эта тема искупления и тема воскресения, они взаимосвязаны. Оправдывает нас своим воскресением, очищает своей кровью. И как я объяснял ранее, когда Христос умер на кресте, и Его враги, и Его друзья стали ожидать, примет ли Бог Отец эту жертву. И когда на третий день Бог Отец воскресил Сына, сам Сын восстал из гроба силой ипостасного божества, в Духе Святом, это было свидетельство о том, что жертва за наши грехи и преступления принята. Это и означает, что мы оправдываемся воскресением Иисуса Христа. Он умер для нашего спасения и воскрес для нашего оправдания. В первый же день недели Мария и Магдалина приходят ко гробу рано, когда было еще темно, и видят, что камень отвален от гроба. Значит, Христос воскрес ночью, потому что Мария, которая приходит ко гробу, в котором уже нету Христа, ибо Он воскрес, она приходит, когда было еще темно, и уже видит камень отвален от гроба. И так бежит, то есть она бежит от этого места, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. И к другому ученику, которого любил Иисус, так скромно Иоанн Богослов как бы умалчивает о себе, называя себя просто другим учеником. Что происходит потом? Тогда Петр, тот час вышел Петр и другой ученик, то есть Иоанн, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра. Ну, это объяснимо, Иоанн был моложе. Бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Итак, мы видим свидетельство человека, который сам был свидетелем этих событий. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо святый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, то есть Иоанн Богослов заходит второй раз, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Что могут значить эти слова, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть из мертвых? Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие от Иоанна пишет, «Ученики же лишь только услыхали от женщины эту весть, то были Петр и писатель этой книги Иоанн, называющий себя самого другим учеником, из всех сил спешно бегут и скоро приходят к самому гробу, где становятся зрителями чуда, будучи в достаточном числе для свидетельства о событии, ибо их было двое согласно закону». Что значит «двое согласно закону»? Это ссылка на второзаконие 17.6 и на второзаконие 19.15, где сказано, что достаточно свидетельства двух-трех. И хотя еще не встречаются с воскресшим из мертвых Христом, но по собранным пеленам заключают о восстании и веруют, наконец, что он расторг, и самые узы смерти, о чем уже издревле провозглашало Святое Писание. Итак, поняв, что окончание событий случилось согласно истинным предуказаниям, они усвояют уже самую крепкую веру. Это Кирилл Александрийский, и мы посмотрим еще истолкование Блаженного Августина, его трактат на Евангелие от Иоанна. Здесь некоторые, не будучи надлежащим образом внимательными, полагают, будто Иоанн уверовал в то, что Иисус воскрес. Однако в последующих словах нет указания на это. Ведь что он имеет в виду, тут же добавляя, ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Не мог он поверить в то, что Иисус воскрес, не зная, что Ему надлежит воскреснуть. Что же он увидел, во что уверовал, а увидел он пустой гроб и поверил тому, что слышал от женщины, то есть, что Господа унесли из гроба. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Они, слыша это от самого Господа, при том, что Он говорил совершенно открыто, по обыкновению, Его говорить притчами, Его не поняли и подумали, что Он подразумевает нечто иное. Иными словами, Христос уже неоднократно посвящал их в тайну Своего воскресения, например, когда Он говорил, «Разрушьте этот храм, и я в три дня воссоздам его». И первая информация, которую они получают от жен мироносец, его украли. Они бегут ко гробу, и там они видят пелены, в которые было завернуто его тело, и как бы мозаика всех слов Христа о воскресении складывается в единый ряд, и они начинают понимать смысл того, что Он им говорил о себе. И они начинают понимать смысл некоторых пророчеств из Ветхого Завета, где тоже говорится о тайне воскресения Иисуса Христа, Господа нашего. То есть из этих обстоятельств они как бы вдруг неожиданно начинают понимать. Представьте себе, скульптор сидит перед грудой разбитых кусков мраморной статуи и пытается понять, что это за статуя. Она очень сильно разбита, и вдруг он находит какой-то фрагмент, по которому он сразу определяет, что это за статуя. И теперь каждый другой фрагмент подтверждает вот это открытие. И вот когда они пришли ко гробу, и они увидели, что гроб пуст, вот все эти слова, которые говорил Христос, все то, что сказано о нем пророками в Ветхом Завете, все сложилось в стройную некую мозаику, и теперь они как бы посвящены в эту тайну, тайну Христова Воскресения. По крайней мере, они начинают ее осознавать. И следующая тема – это свидетельство о том, как Христос Воскресший является Марии Магдалине. А Мария стояла у гроба и плакала. Почему она плакала? Потому что она пребывает в иллюзии, что тело Христа украли, и, возможно, осквернили это тело, надругались над ним, может быть, даже кремировали. ведь она шла ко гробу с другими женами, чтобы помазать его тело миром. Так как хоронили Христа поспешно, в связи с тем, что в пятницу вечером наступала суббота, шаббат, и ничего делать было нельзя, то жены мироносицы поспешили по окончанию шаббата отправиться к гробу при первой возможности. И Мария и другие жены приходят туда, когда было еще темно. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. То есть Мария видит некое такое таинственное видение. Истолковые слова «И когда плакала, поклонилась во гроб, блажен Августин пишет, чего же хотела она, когда плача снова наклонилась во гроб, не потому ли, что так была охвачена горем, что не могла поверить ни своим, ни их глазам, или по Божьему наитию, ей на ум пришло желание заглянуть внутрь. и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». Блаженный Августин продолжает комментарий «Почему же один ангел был у главы, а другой у ног? Не потому ли, что те, кого по-гречески называют ангелами, по-латыне зовутся вестниками, не означали ли они таким образом, что Евангелие Христово проповедано будет с головы до ног от начала до конца? Чтобы лучше это понять, посмотрим еще истолкование Григория Великого. Это его гамилия на Евангелие. «Словно у головы сидит ангел, когда апостолы проповедуют «Вначале было слово». «И словно у ног его восседает ангел, когда говорит «и слово стало плотью и обитало с нами». Здесь аллюзия с известными словами из Писания, где сказано, что небо престол его, земля подножие ног его. Далее Григорий Великий пишет, в этих двух ангелах мы можем узнать два завета, прежний и последующий. И вот эти два ангела сходятся в том месте, где тело Господнее, ибо оба завета равно возвещают о том, что Господь стал человеком, что он умер и что воскрес, словно бы Ветхий Завет выседает у головы его новый у его ног. Таким образом проповедано будет с головы до ног от начала до конца по Августину с помощью Григория Великого означает проповедь о Христе, начиная от Ветхого Завета заканчивая Новым Заветом. Святитель Анзалтоуст включается в эту полемику и обращает внимание на следующее. Ангелы ничего не говорят ей о воскресении, но она возводится к этому догмату постепенно, то есть Мария Магдалина. Она увидела лица более обыкновенного светлее, увидела одежды блестящие, услышала голос страдания. Ведь что они говорят? Жена, что ты плачешь? И мы читаем снова уже уже 12-13 стих и видят двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей, жена, что ты плачешь? То есть и ангел Ветхого Завета, и ангел Нового Завета пытаются утешить ее, так как весть о воскресении Христа – это, без сомнения, более чем радостная весть. И далее мы читаем «Говорит им». Она объясняет, почему она плачет, она как бы вступила в диалог со всем библейским откровением. Говорит им «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав «Сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. О чем это? Ироним Стридонский, рассуждая о причине неузнавания, пишет «Разве был он одним, когда не узнавали, и другим, когда узнан был, конечно, был тем же самым, и так они знали его, но взор их его не узнавал. В глазах было дело не в том, на кого смотрели, но и в нем, ибо он удерживал глаза их, чтобы они его не признали. Наконец, чтобы ты знал, что препятствие, мешавшее им видеть, не связано с телом Господа, а с неспособностью глаз, говорится, тогда открылись у них глаза, и они узнали его». Это случай с Клиопой и Лукою. «Потому и Мария Магдалина, покуда не узнала Иисуса, ища живого среди мертвецов, приняла его за садовника, но она узнает его и тогда называет Господом». О чем это? Один и тот же Иисус. В одном случае узнаваем, в другом случае не узнаваем. Это указание на то, что мы должны взирать на Иисуса Христа прежде всего очами веры. если мы будем пытаться плотским рассудочным взором окинуть Иисуса и всю его жизнь, как она нам известна, и не будем взирать на него очами веры, то мы можем не узнать Иисуса или принять за Иисуса то, что не является Иисусом. И то, что происходит с Марией Магдалиной, это пример нам. Итак, Лука и Клеопа, давайте вспомним, они узнают Иисуса в преломлении хлеба. Помните это, да? Когда Он преломил хлеб, они познали Его в этом преломлении. То есть мы евхаристически познаем Иисуса Христа как нашего Господа, как Сына Божия и Спасителя. А в случае с Марией Магдалиной мы читаем 15 стих и ниже Иисус Иисус говорит ей жена «Что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Мы уже с вами знаем, что когда Мария пришла, было еще темно. Мы это с вами уже прочитали в первом стихе. И она не может рассмотреть Христа, распознать его. Итак, она умоляет Христа, думая, что это садовник. «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей «Мария». В Библии сказано, что Господь на небе каждой звезде дал имя. Дает имя каждой звезде на небе. Дать имя на Востоке означает проявить свою власть. Обычно, когда людей продавали в рабство, то и господа имели право менять их имена. и Господь Иисус Христос Он обращался к Марии и похоже, что Он делал это с особой интонацией. И человек очень четко запоминает, с какой интонацией произносится его имя. И вот именно когда Он называет ее по имени, она распознает голос пастыря, голос Божий. Роман Сладкопевец Песнопение сороковое Кондакт на воскресенье восклицает Господь исследующий сердца глубину поняв она его признает голос как пастырь созывающий разбредшихся овец ей говорит Мария тот час сознает она поистине зовет меня мой добрый пастырь чтоб к девяносто девяти овцам меня причислить я вижу за спиной зовущего тела святых и праведных чины не говорю кто ты меня зовущий ведь ясно знаю кто меня зовет он как уже сказала мой Господь всем падшим подающий воскресенье итак Иисус говорит ей Мария он говорит с той особенной узнаваемой интонацией как он говорил и раньше обращаясь к ней теперь никакого сомнения не остается это он она обратившись говорит ему равуни что значит учитель более точный перевод этого стиха говорит ей Иисус Мариам обернувшись она говорит ему по-еврейски равуни что значит учитель равуни на арамейском раба это обращение отличается от иудейского рави она говорит на арамейском языке раба бони то есть она узнала учителя в синодальном переводе равуни что значит учитель здесь перед нами раскрывается еще один источник веры если в случае с Лукой и Клеопой Христос распознается в таинстве Евхаристии в момент преломления хлеба то здесь Мария посвящается в тайну Иисуса через Его Слово которое прямо и доверительно обращено именно к ней но может ли произойти в нашей жизни что-то подобное чтобы мы услышали голос Божий который называет нас по имени со всей достоверностью церковь настаивает на том что когда Священное Писание оказывается в нашем доме Слово Божие входит в нашу жизнь это достоверное слово обращенное непосредственно к нам и это глубоко и очень лично как я часто привожу может быть один и тот же пример если вы под дверью в своей квартире увидите письмо и там ваш адрес номер дома даже номер подъезда даже номер этажа даже номер квартиры ваше имя отчество и фамилия вы же не понесете это письмо к соседу вы откроете будете читать так и Слово Божие когда оно обнаруживается в нашей жизни это слово обращенное лично к нам о себе могу сказать что я услышал это слово обращенное ко мне в полном объеме огромный Елизаветинской Библии когда мне было 12 лет у меня появилась огромная Елизаветинская Библия а теперь вспомните каждый в отдельности когда в вашей жизни появилась Библия вот это и было слово обращенное непосредственно каждому из нас когда Священное Писание вошло в нашу жизнь и далее мы читаем Иисус говорит не прикасайся ко мне ибо я еще не вошел к отцу моему а иди к братьям моим и скажи им восхожу к отцу моему и отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему это 17 стих не прикасайся указание на то что плоть воскресшего стала иной чем в одни земной его жизни восхожу я к отцу это утверждение не противоречит рассказу из книги деяний где в первой главе рассказывается о его вознесении потому что это момент это момент начала его восхождения от этого мира как и в нашем случае когда мы будем переживать встречу со Христом на воздусе сначала мы переживаем воскресение из мертвых потом восхищение церкви и встречи церкви верующих во плоти со Христом на воздущих давайте посмотрим что пишет святитель Азлатоуст некоторые говорят что Мария просит у него духовной благодати услышав что он говорил ученикам когда пойду к отцу умолю его и даст вам другого утешителя но как она не бывшая тогда с учениками услышал это к тому же по своему помышлению она была далека от подобного представления да и как она могла просить об этом когда он еще не отошел к отцу что же это значит мне кажется что она хотела еще быть вместе с ним как прежде и от радости не помышляла ничего великого хотя он и стал по плоти более совершенным поэтому Христос отклоняя ее от такого помышления и от того чтобы говорить с полной свободой ибо с учениками как видно он уже не общается по прежнему возвышает ее помышления чтобы она внимала ему более благовидно если бы он сказал не подходи ко мне как прежде ибо обстоятельства изменились и я уже не буду общаться с вами по прежнему то это было бы неприятно и отдавала похвальбой но слова я еще не вошел к отцу моему были не тягостны и выражали то же самое ибо сказав я еще не вошел к отцу моему он показывает что спешит туда и стремится а на того кому предстоит отойти на небо и кто не будет более общаться с людьми не следовало смотреть с тем же помышлением что раньше такое объяснение дает святитель Иоанн Златоуст что происходит она говорит равуне что значит учитель и в ее движении Христос увидел ее желание прикоснуться к нему после этого Иисус говорит ей не прикасайся ко мне ибо я еще не вошел к отцу моему а иди к братьям моим и скажи им восхожу к отцу моему и отцу вашему к богу моему и богу вашему а почему тогда в случае с апостолом Фомою он скажет вложи персты в раны мои почему мы видим как бы некую такую двойственность одно отношение к Марии Магдалине и другое отношение к апостолу Фоме когда он скажет подай перст твой сюда и посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим но верующим разве прикосновение Марии Магдалины могло осквернить его конечно нет Ефрем Сирин предлагает следующее объяснение он сказал не прикасайся ко мне во первых потому что это тело было подобно первому цветущему плоду шеола который Господь наш как первосвященник бережно хранил от прикосновения любой человеческой руки чтобы предложить его той руке которая способна принять такой дар и способна заплатить цену такого дара во вторых он не сказал это чтобы показать что это тело прославлено и возвеличено так он показал им что когда он был слугою всякий имел власть над ним ибо даже мытари и грешники подходили и прикасались к нему но когда сделался Господом то всякому надлежит иметь страх пред ним подобно страху Божьему даже цари и знатные люди убеждают нас в этом ибо видящие их страшатся к ним прикасаться скорее всего речь идет о том что Мария не меняет свой формат отношений со Христом она немножко недопонимает что в том случае когда она прикасалась к нему ранее омывала его ноги отирала волосами это был момент приготовления его к смерти а Христос воскресший это Христос во славе и мы помним как слава Божия действовала по-разному на разных людей одни могли переносить ковчег завета другие не имели права даже прикасаться к нему и когда муж Оза дерзкой рукою хотя он и был левитом но он не имел права касаться ковчега коснулся ковчега завета он мертвым пал на землю не случайно что преображение Иисуса Христа осуществляется перед тремя людьми и он не берет собою всех двенадцать апостолов ибо тогда пришлось бы взять с собой Иуду а действие Бога с открытием своего лика это угроза для жизни человека если он недостаточно к этому подготовлен таким образом мы видим что проблема как бы сохраняется в сложности этого текста но в любом случае Христос отсылает ее к своим ученикам есть другое решение очень интересное экзегеты говорят если бы Мария Магдалина сподобилась прикоснуться воскресшего Христа без присутствия апостолов то она как бы могла представить в своих собственных глазах что она имеет преимущество перед апостольским чином и в ее женском сознании могла возникнуть мысль что Христос воскрес для нее ведь она одна приготовила его тело к погребению но Христос воскрес для нашего оправдания это чудо совершено для тебя для меня для каждого человека нас ради человек и нашего ради спасения он хочет явить себя общине христос христос посреди нас какие полные евангельского смысла слова я переброшу их на другой текст отче отче наш молимся мы христиане не отче мой а отче наш даже в личной молитве пометуя о соборном единстве всех чад божьих и когда Христос говорит ей что она должна пойти к ученикам возвестить им он как бы говорит воскресение это для всех ты хочешь прикоснуться ко мне но есть многие которые считают меня мертвым ты хочешь прикоснуться ко мне ты созерсаешь тайну моего воскресения а для многих я мертв и непонятно где находится мое тело они не могут понять он хочет быть явлен всем верующим в него не прикасайся ко мне ибо я еще не вошел к отцу моему иди к братьям моим и скажи вот этот призыв иди к братьям моим он очень значим он перекликается с призывом Божьим Каину человекоубийцу иди где брат твой авель а где твой брат а где твой племянник а где твоя тетка а где твои крестные дети христос христос пришел в этот мир нас ради человека наше ради спасения он пришел в этот мир спасать не только меня не только тебя но и тех которые не входят в наше общение со Словом Божьим он пришел спасать и тех которые не заходят в наши храмы поэтому мы должны восходить ко Христу как община как народ и Мария Магдалина посвящается в эту тайну ведь даже Сын Божий говорит я восхожу к Отцу моему он как бы говорит я восхожу к Отцу моему а ты спеши к братьям твоим и встреча народа Божия с Богом это соприкосновение с тайной соборного единства лиц Святой Троицы а Христос ставит это единство в пример нам будьте едины как я один с Отцом и индивидуальные религиозные мистические переживания не имеют никакого значения если причастными к ним не оказываются твои братья и сестры когда ты восходя к Богу нисколько не способствуешь их посвящению в тайну воскресения Христова Мария Магдалина идет и возвещает ученикам что видела Господа и что Он это сказал ей что значит это вот это что надо идти к ним иди к братьям моим и скажи им как такое могло произойти это очень непонятно мы с вами сегодня уже говорили о том что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания это означает что в момент Его воскресения статус всех верующих в Него включая апостолов изменился теперь они братья Господа потому что во Христе они усыновляются Богу Отцу Он приуготовлял их к этому давая молитву которая начинается словами Отче наш братья это дети одного Отца И когда Христос говорит Марии Магдалине иди к братьям моим и скажи Он свидетельствует о том что и она стала по благодати сестрою этих братьев и причастна к родству самим Христом Иисусом Помните кто братья мои кто сестры мои исполняющие волю Отца моего небесного и мы читаем далее воскресший Иисус является учеником и мы читаем в тот же первый день недели вечером то есть когда этот день заканчивается когда двери дома где собрались ученики его были заперты из-за опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им мир вам Петр Хрисолог пишет вечером было более от горя нежели по времени страшно вечером вечер был для разума омраченного безрадостным облаком печали и горести ибо хотя слух о воскресении и давал некий полусвет Господь еще не воссиял полной мерой своей славы мера страха и растерянности одновременно затворило и дом и сердца учеников совершенно преградив любой доступ света так что для чувств их все более и более охватаемых горем мрак ночи все нарастал никакую мглу ночи нельзя сравнить со мраком горя и страха потому что их не смирить ни светом утешения ни светом совета получается что это был вечер это было помрачнение помутнение когда неведение какие-то слухи какие-то домыслы и все это выглядит как-то неопределенно и вдруг является Христос он является дверями затворенными и он произносит слова а почему двери были затворены страха ради иудейского что значит страха ради иудейского если иудеи распяли Иисуса не захотят ли они распять и нас могли думать апостолы они как бы забыли слова Христа кто идет за мною и не берет своего креста тот не достоин меня ведь Петр говорил что он до конца будет верен ему общий настрой апостолов был пойдем и умрем вместе с ним а здесь страх плоти сковал их в тот же первый день недели вечером когда двери дома где собрались ученики его были заперты из-за последнего иудеев пришел Иисус то есть дверями затворенными как он рождается от Девы Марии проходя дверями затворенными не нарушая ее девство так он является здесь стал посреди почему посреди это Ремис некий намек Христос сказал где двое или трое соберутся во имя мое там я посреди они ужасаются о нем они скорбят о нем они собраны во имя его он посреди их и говорит им мир вам казалось бы обычное еврейское стандартное приветствие шалом аллехи в этой ситуации нет это нестандартное приветствие святитель Иоанн Златоус настаивает на том что этими словами Христос прекращает войну между родом человеческим и Богом начатую в грехпадении наших прародителей мир вам то есть когда люди ослушались Бога в раю они оказались во враждебных отношениях с Богом и символом этих враждебных отношений по Златоусту являлся херувим с огненным обращающимся мечом который заграждал путь в рай и когда римский воин ударил копьем под ребро этим ударом было остановлено движение этого обращающегося меча и из ребра вытекает кровь и вода символы нашего примирения с Господом в таинстве святого крещения вода и в таинстве святого причастия его причистая кровь мир вам Христос поразглашает мир между Богом Отцом и всем родом человеческим сказав это он показал им руки и ноги и ребра свои а это с чем связано он показывает какой ценою приобретен этот мир сказав мир вам сказав это он показал им руки и ноги и ребра свои пять блаженных ран Христа это цена мира с Богом Отцом грешник боится Бога грешник боится заповеди Божьей она является обвинением его она действует против него и грешник ищет инстинктивно что я могу предложить Богу может быть за содеянные грехи я должен долго долго молиться но тогда достаточно было бы быть иудеем набоженным причем тут Боговоплощение а может быть за свои грехи я должен долго долго наказывать себя но так поступают и в языческих культах единственный ответ который мы грешники можем предложить Богу это Богочеловечество Христа Иисуса сам Христос как и сказано апостолу Павла един ходатый един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус мир вам сказав это он показал им руки и ноги и ребра свои ученики обрадовались увидев Господа Феодорит Кирский пишет до страстей он предсказывал свою телесную смерть говоря что будет предан первосвященникам и возвещая что будет воздвигнут на кресте но после страстей когда он на третий день воскрес от смерти поскольку ученики сомневались в его воскресенье он явился к ним в своем истинном теле и сказал что обладает телом с костями представив свои раны их взором и показав следы от гвоздей в понимании святых отцов Христос возносится на небеса с этими ранами и он вознесшись на небеса воссел одесной Бога Отца с этими же язвами и ранами почему потому что с этого момента как он умирает за наши грехи как он воскрес для нашего оправдания как он вознесся на небеса и сел одесной Бога Отца Бог Отец смотрит на каждого из нас через раны своего сына и видит нас прощенными нет помилованными нет оправданными оправдан это значит никогда не был виновен это то о чем пишет Исаия если грехи ваши как багряные как снег убелю как пурпур очищу апостол Павел выражает эту мысль еще более решительно он пишет что Христос властной рукою все рукописание наших грехов весь тот бестовский компромат который бесы мытники собирают на нас пригвоздил к древу креста мир вам эти слова свидетельствуют о начале нового мира мира нового завета новых отношений между родом человеческим и Богом радость учеников это пасхальная радость они не могли не обрадоваться увидев Господа Иисус же сказал им вторично мир вам почему он произносит это вторично этим самым он как бы им говорит на этом все не оканчивается с этого все начинается вы очищенные моей кровью оправданные моим воскресением теперь сподобитесь принять Духа Святаго и мы читаем Иисус же сказал им вторично мир вам как послал меня Отец так и я посылаю вас сказав это дунул и говорит им примите Духа Святаго примите Духа Святаго это удивительные слова и мы посмотрим что пишут отцы прежде всего Иоанн Златоуст как же он говорит если я не пойду утешитель не придет к вам и при этом дает Духа Некоторые говорят что он не дал Духа а посредством дуновения сделал их способными к его принятию ведь ведь если Даниил пророк увидев ангела ужаснулся то чего не испытали бы ученики приняв эту неизреченную благодать если бы он Христос не приготовил их прежде и не погрешит тот кто скажет что когда ученики получили некоторую духовную власть и благодать только не воскрешать мертвых и творить чудеса отпускать грехи ибо различны дарования Духа зачем он дунул он дунул для того чтобы показать что произойдет когда они примут Духа Святаго и смотрите мы читаем книгу Деяний 2 глава 1-2 стих при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе и внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились а здесь в Северской горнице он дунул он показал когда они примут Духа Святаго как это будет происходить в дыхании ветра в дыхании Божьим в этом дуновением Создателя точно мир творится заново вспомним о создании первого человека и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою Кирилл Александрийский о дыхании сына сын сын будучи по существу общником природных благ отца имеет духа таким же образом каким должно разуметь и об отце не как чуждого и внешнего ему глупо даже более безумно так думать но таким образом как каждый из нас содержит в себе своего собственного духа из внутреннейших глубин изливает его вовне вот почему и Христос телесно вдунул его показывая что как из уст человеческих дух исходит телесно так и из божественной сущности свойственным божеству образом изливается дух православное учение об исхождении святаго духа различает предвечное исхождение и исхождение совершаемое во времени предвечное исхождение по учению православной церкви бог отец есть безначальный сын предвечно рождается от бога отца дух святой предвечно исходит от бога отца во времени с ситуация несколько иная иоанн креститель говорит о христе он будет крестить вас духом святым как как и действия бога отца нет это латинство а как же он будет крестить нас духом святым христос все сделал для того чтобы мы приняли духа святаго от отца исходящего прежде всего своей кровью он очистил нас он оправдал нас своим воскресением и вот это сделало возможным для нас пережить принятие духа святаго сказав это дунуло говорит им примите духа святаго кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся здесь Христос проглашает таинство святой исповеди таинство примирения Господня или таинство покаяния здесь он прямо говорит что церковь будет совершать это таинство действием духа святаго по воле Христа Иисуса кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся то есть церковь обладает этой уникальной властью прощать грехи и оставлять грехи на человеке о благодати священства говорится очень много у святых отцов мы прочитаем только объяснение блаженного Иеронима Стридонского это его трактат против Ио Вениана где он пишет ты говоришь что церковь основана на Петре хотя в другом месте то же самое говорится и о всех апостолах и все они получают ключи от царства небесного и крепость церкви равно от всех их зависит но среди двенадцати один избирается главою чтобы не было повода для раскола действительно некогда Петру это Евангелие от Матфея 16-18 Христос сказал тебе даются ключи то что свяжешь на земле будет связано на небе что разрешишь на земле будет разрешено на небесах но в том же Евангелие от Матфея 18-18 Христос дает эту власть всем остальным апостолам что вы свяжете на земле будет связано на небесах что вы разрешите на земле будет разрешено на небесах поэтому этой властью обладали в одинаковой степени все апостолы хотя Петр и называется золотоустом князем апостольским этой властью отпускать грехи обладают и все преемники апостолов все епископы церкви которые делегируют это право пресвитерам священнослужителям помогающим им при осуществлении их служения Киприан Карфагенский в своем трактате о единстве кафолической церкви пишет всем апостолам после своего воскресения он дает равную власть говоря как послал меня отец так и я посылаю вас примите духа святаго кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся но чтобы добиться единства он своей властью положил начало этому единству чтобы и начало исходит от единства единую церковь уже в песне песней святой дух от лица господа нашего так обозначил единственная она голубица моя чистая моя единственная она у матери своей отличная у родительницы своей только одна церковь церковь божия имеет власть на земле прощать грехи и обратите внимание на конструкцию вот этого предложения как послал меня отец так и я посылаю вас помните когда христос однажды сказал прощаются тебе твои грехи книжники фарисеи стали возражать кто может прощать грехи кроме отца небесного христос говорит отец небесный послал меня прощать грехи готовясь покинуть эту землю он эту уникальную власть не забирает собой он оставляет ее на земле как послал меня отец так и я посылаю вас сказав это дунул то есть указал как это будет происходить обличение в эту власть в день пятидесятницы и добавил кому простите грехи тому простятся на ком оставите на том останутся неверие фомы фома же один из двенадцати называемый близнец не был тут с ними когда приходил иисус другие ученики сказали ему мы видели господа ученики преисполнены радости надежды что они сподобятся облечиться в благодать духа святаго но он сказал им если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его не поверю иногда она скоробит от того что некоторые наши современники отказываются верить в чудо воскресения Христова но давайте смирять себя перед тем фактом что даже один из учеников один из апостолов Иисуса Христа произносит эти слова не поверю с образом апостола фомы связывают христиан рассудочного склада ума у этих людей всегда есть некие условия при которых при соблюдении которых да только так они могут быть убеждены в чем-то господь готов выполнить их условия казалось бы дерзость в самом постановке этого требования если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его не поверю хорошо после восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними пришел Иисус воскресший является одной Марии Магдалине воскресший является всем кроме Фомы воскресший является всем но ради одного ради Фомы второе явление Христа пришел Иисус когда двери были заперты стал посреди них и сказал мир вам почему Христос говорит мир вам в этом случае наверное надо было сказать мир тебе Фома чтобы не унизить этого человека не оскорбить его сомнений его пытливого чувства потом говорит Фоме потом сразу говорит Фоме потому что ради него и пришел подай перст твой сюда и посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои видите очередность предложенных действий точно соответствует требованию апостола Фомы он говорит если не увижу и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его не поверю Христос говорит подай перст твой сюда посмотри руки мои подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим но верующим Христос знает твои сомнения он знает кризис твоей веры и он готов прийти к тебе навстречу он готов принять твои условия прийти на твоих условиях в твою жизнь с одной целью чтобы ты перестал быть неверующим и чтобы ты стал верующим и не будь неверующим но верующим фома сказал ему в ответ господь мой и бог мой фома исповедует Христа господом и богом он произносит два священных имени создателя четырехбуквенное непроизносимое имя господь это имя произносится как Яхве бог мой Элокейно Адонай Элокейно Господь мой и бог мой Иисус говорит ему ты поверил потому что увидел меня блаженные невидевшие и уверовавшие а вот эти слова обращены к нам с вами первая часть фразы обращена к фоме ты поверил потому что увидел меня вторая часть к нам блаженные невидевшие и уверовавшие мы уверили уверовали в господа не потому что он обратил нас к себе каскадом чудес неба а потому что мы возлюбили его через его слово святой Евангелие он открылся нам в святых дарах он открылся нам в слове своем мы приняли этого слова мы причастники его вечной жизни в святых дарах и мы блажение блажение самих апостолов потому что пронзая верой время преодолевая пространство мы зрим Христа Иисуса как самоочевидцы этого слова но сие не наша заслуга помните как апостолу Петру в Кисарии Филипповой после того как Петр исповедовал Иисуса Сыном Божьим Христос сказал ему не плоть и кровь открыли тебе это но Отец Мой Который на небесах поэтому вера в Иисуса Христа открывается тогда когда сам Бог Отец прикасается к твоему сердцу потому что кровь и плоть не может не может посвятить в эту тайну тайн блаженные невидевшие и уверовшие это полное смысла слова Лев Великий в одной из своих проповедей пишет сила сила великих умов и свет сильно верующих душ в том чтобы не колеблись верить в то что нельзя видеть телесным зрением чтобы устремлять желание к тому что нельзя рассмотреть и как бы рождалось в наших сердцах и как бы рождалось в наших сердцах эта набожность и как бы человек оправдывался верой если бы спасение наше совершалось только от того что доступно нашим отчам потому и мужу который похоже сомневается в воскресении нашего Господа покуда не увидит и не потрогает воплоти его следов страдания сказано ты поверил потому что увидел меня блажены невидевшие и уверовавшие что делает лев великий папа римский он настаивает на том что взирание на святые дары тела и крови Иисуса Христа может пробудить веру даже если человек не зрит Христа во плоти ибо мы не знали Христа во плоти как пишет Павел но по духу много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес о которых не написано в книге в книге сей дабы вы уверовали что Иисус есть Христос Сын Божий и веруя имели жизнь во имя Его так оканчивается двадцатая глава и у нас осталась еще только одна глава двадцать первая и если мы будем живы Господь позволит то в следующий раз мы соберемся немножко так вот я уже испытываю ностальгию по этому Евангелию я очень люблю с детства это Евангелие наверное надо может быть каждый год возобновлять изучение этого Евангелия но если мы будем живы Господь позволит то в следующий раз мы рассмотрим тему Иисус является учеником на берегу Тивериадского озера Иисус и Симон Петр слова Христа поси овец моих Иисус его любимый ученик и эпилог всего корпуса этого Евангелия в окончании двадцать первой главы и всего этого текста но это если будем живы и Господь позволит спаси вас Господь иисус в результате иисус то иисус иисус